Доброе утро, уважаемые трейдеры и клиенты компании Амаркетс. Сегодня 21 декабря, четверг. Начинаем наш утренний брифинг. Начнем, пожалуй, с главного события вчерашней торговой сессии. Конечно же, это движение вверх по паре евро-довод. Сейчас мы обсудим некие фундаментальные причины. Но, прежде всего, хотелось бы отметить с позиции техники сам факт пробоя важного уровня 1.1850 в ходе уже, скорее, американской торговой сессии. И нужно отметить, что далеко не сразу вчера евро сумел закрепиться выше этих важных значений, сумев потрепать нервы многим тем, кто поторопился с покупками пары евро-доллар. И, тем не менее, мы в ходе вчерашней торговой брифинга отмечали, что будет, вероятно, продолжен тот восходящий тренд, который мы видели в начале недели по евро-доллару. И так оно в итоге получилось. Был целый ряд фундаментальных оснований, которые помогли евро это движение сформировать. И, прежде всего, мы хотели бы отметить, что было заявление от Минфина Германии о том, что была резко увеличена эмиссия облигаций в еврозоне, причем на гораздо улучшенных условиях по сравнению с тем, что мы наблюдали ранее. Если вы проверите информацию, то поймете, что на шестинедельном максимуме находились ставки в моменте по облигациям в еврозоне. Конечно, это привело к тому, что был зафиксирован повышенный спрос на эти бумаги. И, более того, мы, повторюсь, видели гораздо лучшие ставки, нежели это было ранее. Поэтому, конечно, сузилось отличие между ставками в США и еврозоне. То есть, так называемый спред доходности облигаций стал гораздо меньше. И, конечно, это спровоцировало новый приток ликвидности именно в евро. Поэтому и стало возможным во многом то довольно сильное резкое движение в течение буквально двух часов, когда мы были вплотную отметки в 1,19 по евро-доллару. И на самом деле сегодня ситуация может продолжиться в плане роста курса евро по отношению к американской валюте. В то же время были некоторые серьезные проблемы и на стороне США. Нужно отметить, что помимо вот той длительной эпопеи с налоговой реформой, о которой мы также несколько слов сегодня скажем, все-таки вчера все внимание инвесторов было приковано к тому, что необходимо штатам вновь повышать потолок госдолга. Дело в том, что вот сейчас он хоть и находится на своих максимальных значениях, тем не менее может оказаться так, что в ближайшие дни правительству Соединенных Штатов не хватит средств для покрытия своих текущих расходов. И нужно некое подтверждение со стороны, скажем, в том числе и президента о повышении потолка госдолга, очередном повышении. Сам по себе этот факт уже никого не удивляет. Мы видели, как много раз в течение последних лет мы наблюдали пересмотр данного показателя. Но вот если, скажем, вдруг повторится ситуация, которая была несколько лет назад, а именно в 2013 году, когда, скажем, штаты не успели технически провести и нормативно тоже провести процедуру повышения госдолга, и в моменте мы видели серьезнейшее давление на доллар. Многие отмечают, что даже на темпы роста ВВП в том случае это повлияло. И, конечно, вот вчера ситуация обострилась. Было несколько заявлений, поэтому это также провоцировало снижение американской валюты в моменте по отношению к евро. Что касается налоговой реформы, то с ней в целом наконец-то появилась определенная ясность. Прошло несколько голосований в Палате представителей, в Конгрессе США. И на самом деле, как мы ранее заявляли в ходе прошлых брифингов, вот то снижение корпоративного налога с 35% до 21%, которое, казалось бы, довольно существенно и должно обеспечить новый поток свободных средств у крупнейших корпораций, которые они должны направить на развитие своего бизнеса. Вот все эти действия, на самом деле, могут не привести к тем последствиям, которые от них ожидает, в первую очередь, Трамп и, конечно, правительство США. Потому что, как мы уже отмечали ранее, особенно крупные американские компании, торгующиеся на фондовой бирже, они очень любят тратить любые свободные средства на выкуп своих акций, тем самым искусственно завышая капитализацию компаний. Поэтому, конечно же, будет довольно интересно понаблюдать за тем, как все это будет на практике реализовано, и все-таки увидим ли мы в отчетности компании, да, это будет понятно уже, скажем, по итогам, если не первого, то второго, третьего квартала следующего года, увидим ли мы в отчетности компании какие-то позитивные сдвиги, то есть увеличение свободного денежного потока, да, и увеличение инвестиций именно в развитие своей деятельности. Поэтому, опять же, вот какого-то позитива для доллара в отношении данного события ожидать все-таки уже, пожалуй, не стоит. Хотя многие рассчитывали, что вот перед Новым годом, в начале следующего года, доллар получит некий позитивный импульс в свете тех налоговых изменений, к которым так стремился Трамп очень долгое время. И, по сути, это было одно из его главных предвыбранных обещаний. Но вот окажет ли поддержку этот доллар, большой-большой вопрос. Поэтому сегодня по ключевой валютной паре евро-доллар, вероятно, продолжится восходящий тренд. Ключевые уровни остаются теми же, это 1.19, 1.18.50. Вероятнее всего, первое время мы будем находиться в рамках этого диапазона. Но вот при выходе за эти границы уже стоит ожидать некого ускорения. Либо в случае, скажем, ложного пробоя, возврата к прежнему значению, конечно, нужно будет вставать в сторону от пробоя. То есть классическая реализация торговой стратегии на ложный пробой. Одной из наших главных идей торговых вчерашнего брифинга была покупка нефти и перед публикацией запасов, и после мы планировали это делать. И на самом деле данная идея себя полностью оправдала. Те уровни, которые мы закладывали, 64.50, это первая цель. На самом деле они были вчера достигнуты, причем еще это произошло фактически первое движение перед публикацией запасов. Ну и затем уже после того, как стало понятно, что запасы уменьшились, причем довольно серьезно, мы увидели некое ускорение по котировкам нефти марки Brent. И на самом деле те, кто успел данной торговой идеей воспользоваться, вы все сделали правильно. Есть сейчас некое фундаментальное обоснование, причем сразу со всех сторон, со всех концов света мы видим новости, которые будут оказывать давление на предложение нефти, а значит стоимость черного золота должна будет увеличиваться в ближайшей перспективе. Из ключевых моментов, которые сейчас оказывают влияние на котировки нефти, отмечу, что есть проблемы с добычей в Венесуэле и в России. Это касается темпов добычи, потому что мы ранее слышали довольно позитивные заявления, в том числе от Минэнерго в России. И вот самой Роснефти о планах по увеличению темпов добычи, и особенно это касалось 2018 года, но вот несколько недель назад и в ходе вчерашнего дня были опровержения о том, что есть некие проблемы, скажем, с увеличением, пока добыча остается на текущих уровнях, либо будет даже несколько ниже из-за того, что в результате фактора сезонности там в Сибири есть некие проблемы с обеспечением вот всех средних даже значений, которые были ранее. Но что касается Венесуэлы, то там серьезные проблемы есть именно финансовые у главной компании, которая занимается добычей. И все это, конечно же, можно сказать, ничто по сравнению с теми сложностями, которые мы видим в результате аварии на крупнейшем нефтепроводе в северной части. И на самом деле, как оказалось, еще даже к ремонту не приступили. Вот данного нефтепровода, по оценкам предварительным, это займет от двух до четырех недель, мы об этом ранее сообщали. И вот, казалось бы, те спекуляции, которые уже поутихли вокруг данного события, они нашли свое отражение в публикации по запасам нефти. То есть они на самом деле сократились, и более того, даже осланцевые нефтепроизводители США не смогли компенсировать этот недостаток предложения. В моменте, поэтому вот мы увидели такие цифры, и, конечно, нефть получила серьезную поддержку. Ну, я имею в виду, цены на нефть серьезно начали подрастать на фоне всех этих событий. И вполне мы можем увидеть отметку 65 в ближайшие дни. Вот до следующей среды, пока не будет новая порция новостей о запасах нефти, вероятнее всего мы будем наблюдать увеличение котировок нефти. Поэтому также не стоит пока полностью сворачивать свои позиции, не стоит переключать внимание на какие-то другие инструменты. Можно нефть отслеживать будет в течение вот этих ближайших дней. Вероятно, будут еще отличные торговые возможности по данному инструменту. Что касается сегодняшней торговой сессии, то мы уже видели публикацию по ВВП в Новой Зеландии. Нужно отметить, что данные были очень даже неплохие. Но все-таки в моменте сейчас новозеландская валюта выглядит слабо. После сильного роста на прошлой неделе мы это отмечали вместе с австралийским долларом. Они были главными лидерами прошлой недели. Сейчас есть некое давление вблизи отметки 0,70-0,20 находится валютная пара. И есть все основания полагать, что мы увидим дальнейшее снижение от этих уровней. Все-таки, несмотря на, если уж даже столь позитивные данные по ВВП в Новой Зеландии не оказали поддержку в моменте, в валюте, то это означает, что доллар возьмет свое по отношению к Новозеландцу. И мы увидим снижение до уровня примерно в 0,69-0,60. Вероятно произойдет сегодня, либо в ходе завтрашней торговой сессии. И при пробое отметки в 0,69-0,80 возможно и дальнейшее снижение вплоть до 0,69 ровно. Поэтому к Новой Зеландцу также нужно присматриваться. Будет вполне вероятно неплохая идея, неплохое движение по данной паре. И на самом деле сейчас даже можно войти в рынок с довольно коротким стоп-лоссом. Поэтому в целом можно образить взор на данный инструмент. Также вот вместе с нашим брифингом почти одновременно началась пресс-конференция Банка Японии. Отчет по ставке, по монетарной политике они уже представили. Там все без изменений, без интриг. Ставка осталась на прежнем уровне. В целом какие-то серьезные заявления сделаны не были. Тем не менее сейчас японская иена выглядит довольно слабо. И на часовом графике она выходит за рамки важного уровня в 13.40. Поэтому есть на самом деле все основания, чтобы покупать доллар и иену. В данный момент около 40-50 пунктов минимум. Эта сделка может принести в перспективе 2-3 торговых сессий. Также мы сегодня увидим данные по ВВП США. Это, пожалуй, главная публикация, которая нас будет сегодня ожидать. Уже в 16.30 по московскому времени будут опубликованы. Это были данные макростатистические показатели. Если мы посмотрим на динамику данного показателя, то увидим, что последние публикации были довольно сильными. И в разрезе, скажем, последних двух лет это, пожалуй, наиболее сильные показатели. Более того, в ноябре мы видели, что они оказались даже выше прогнозных значений. 3.3 по сравнению с отметкой ФВА 3.2, которая ожидалась. И это все укладывается в те цели регулятора, которые были заданы по США. Но, конечно, вот именно вблизи 3% роста ВВП и должен быть по замыслу ФРС в этом, в следующем году. Поэтому в случае, скажем, если не будет какого-то негатива, даже если данные останутся на том же уровне, то мы увидим некую поддержку дополнительную для американской валюты. Конечно, это не показатели 2014 года, допустим, когда рост ВВП достигал в моменте 5%. Но, тем не менее, учитывая текущие реалии, это вполне себе неплохие цифры. Поэтому еще раз повторим, если сегодня не будут данные разочаровывающие откровенно, то доллар получит некую поддержку, уж если не по отношению к евро, а то, скажем, по отношению к другим основным валютам, будь то уже обозначенная выше японская иена, швейцарский франк и фунт, мы можем увидеть укрепление доллара. Это выглядит абсолютно закономерно. Также будут данные по занятости в Канаде. Повышенная волатильность вряд ли будет на фоне данной публикации, если только мы не увидим какие-то сильно отличающиеся данные от прогнозных. И, тем не менее, к канадцу тоже стоит присмотреться в купе с данными по ВВП США. Если мы еще увидим слабую статистику по занятости в Канаде, канадец может свои позиции серьезно порастерять. Поэтому вот это также одна из всех валютных пар, за которой стоит сегодня наблюдать. Ну и в конце несколько слов скажем про российскую валюту. Рубль все-таки укрепляется не серьезно. Для укрепления фундаментальных оснований, мы уже подчеркивали ранее, практически не осталось. Ну, кроме, пожалуй, налогового периода. Это важный момент времени, но, тем не менее, не настолько. Вот мы помним, как в ходе прошлого года, особенно позапрошлого, мы наблюдали, как налоговый период сильно оказывал поддержку рублю в моменте. Но последние подобные отрезки времены, они себя не очень хорошо показали. В целом, рубль отличается довольно завидной стабильностью. Да, я имею в виду курс в текущем году. И думается, что до середины следующего месяца какого-то серьезного движения по паре доллар-рубль мы не увидим. Также есть очень сильная поддержка на отметке в 58.60. Сейчас мы торгуемся несколько выше. Есть тенденция к повышению доллара примерно до отметки в 59. Но все это пока, конечно же, далеко от тех значений, которые мы видели, скажем, в конце прошлых лет. Поэтому, конечно, сейчас доллар-рубль – это не лучшая пара, скажем, для торговли. Мы видим, что есть гораздо более интересные инструменты. И именно на них сегодня мы вам и советовали внимание обратить. На этом, пожалуй, сегодня все. Всем успехов в торговле. Завтра подведем итоги сегодняшней торговой сессии. И, конечно, озвучим дальнейшие перспективные торговые идеи и фундаментальный взгляд на рынок. Всего доброго. До свидания.